Ученики средних и старших классов в Пекине и Шанхае начали возвращаться за парты после трёх месяцев карантина. Школы в этих городах возобновили работу с 27 апреля. Такая же ситуация во многих других китайских городах и провинциях. Власти говорят, что школы подготовлены и обеспечили ученикам дистанцию. Но некоторые родители всё равно переживают. «Я боюсь только того, чтобы после открытия школ не началась эпидемия. Больше не о чем переживать. Дети маленькие и плохо следят за гигиеной. Нужно, чтобы учителя их направляли». Власти Пекина приняли новый закон, обязывающий жителей носить защитные маски при наличии диагноза «инфекционное респираторное заболевание», а также закрывать нос и рот при кашле или чихании. Администрация прямо не сказала, что новый закон призван сдержать распространение COVID-19. При этом несколькими днями ранее пекинский район Чаоян определили как место с высоким риском вспышки вируса, единственное в стране. Началось всё с того, что 15 апреля там выявили коронавирус у семьи из четырёх человек. С 16 по 26 апреля Пекин не сообщал о каких-либо новых случаях заражения. Однако многие местные жители сообщают, что в Чаояне, скорее всего, началась серьёзная вспышка. Для сравнения, китайские города с большим количеством заражённых, такие как Харбин и Суйфэньхэ в северной провинции Хэйлудзян и Гуанчжоу и Цзэян в южной провинции Гуандун были отмечены как регионы среднего риска. Между тем, в провинции Гуандун с 27 апреля также возобновили занятия в средних и старших классах школ. При том, что распространение коронавируса там продолжается. Так, в городе Гуанчжоу недавно объявили о 185 новых случаях заражения. А в соседнем городе Шэньчжэнь COVID-19 выявили у шести школьных учителей и 21 ученика. Что касается младшей школы, её работу обещают возобновить уже в ближайшие недели.